Итак, для начинающих я в целом объясню, что мы делаем. Ну, чтобы мы с толком это объяснение слушали, мы будем слушать уже в столбах первый метод Джан Жуан. Итак, для тех, кто первый раз занимается, я предложу стул Чин Бао Джуан. Вам, чтобы отработать программу на четвертый уровень Фу Бао Джуан, правильно у вас? Комна, да? Еще не сдавал, конечно. Значит, кратко по Чин Бао Джуану мы поднимаем руки. Сначала описание внешней формы ладони примерно на уровне плечи, пальцы вытянуты и чуть подсунуты, раскрыты перед плечами, плечи, плечи примерно под углами 45 градусов. Ну, мы с ним просто такой, чтобы мы обхватили шар, легкий, с тонкой бумаги, соответственно, в руках и плечах не напряжение. Расстояние, ну, 2-3 кулака или можно сориентироваться центром ладони примерно на плечах. И вот когда мы от шара хватим, у нас немножко, немножко вот так растягивается из спины. То есть мы не обхватываем грудь, а наоборот, все там выхватываем. Спина прямо, а макушка тянется вверх. Ступа параллельно, ширина плеч примерно. Слегка-то двинули назад, бедра, таз, как будто однокрающий к стола. Так же мы сись, вот такое положение. Чуть-чуть раздвинует. Взгляд прямо, линия горизонта. Еще один шар размещен между коленами. Небольшие шарики между пальцами можно разместить, чтобы пальцы были раскрыты. Важный момент. И в этой позиции мы находим связь. Макушка тянется вверх, ступа подбирается вниз, связь между макушкой и стопами. Итак, метод Роджан-Джоан, столбовой практики. Мы при внешней неподвижности будем находить внутренние движения. Сейчас на первом этапе мы учимся правильно выстраивать тело. Это полезно для здоровья, хорошая осадка, тут вопрос нет. Кроме того, мы учимся в этих положениях находить состояние фонсун. Фонсун – это такое правильное расслабление, можно так его обозначить. Когда мы… Нет напряжения, но у нас есть некоторый тонус, который позволяет поддерживать форму. То есть просто расслабиться вот так примерно, поднимая позицию, дали тонус сюда. Перенапряглись – это уже другая крайность, поэтому такое положение мы используем. Для чего используется метод статики? Мы потом будем переходить в движение, но чтобы правильно выстроить движение, нам необходимо проконтролировать правильный угол Е, где у нас позиция сила будет формироваться, правильный осадку, правильное состояние ума. Какое нас интересует состояние ума? Когда мы можем концентрировать свое внимание, сознание на каких-то вещах. В данном случае, пока это положение тела. А далее, после того, как мы нашли это правильное положение, мы начинаем расшевеливать изнутри. Причем мы в практике активно используем наш ум, наше сознание. И в названии стиля «Цуэнкокраси» можно перевести как «работа ума», «работа сознания» и «находится на первом месте». То есть это наш основной инструмент, это стиль интересный. Мы работаем, в частности, через мыслеобразы. Вот мы обхватили шар – это работа сознания, здесь шар – работа сознания. Почувствовали себя с международной стопаной – это тоже работа сознания. Находим состояние фан-су, тоже щели сознания, как будто в воде стоим и дает нам возможность расслабиться. Дальше наше работа сознания, наше «и», которое будет пронизывать все наше тело, будет заточено на работу с усилиями по направлению. Мы стоим в воде, у вас в том же положении, фубао, в чем особенность, что пальцы немножко навстречу, подкручены, фубао, джан, это вот я для, и остальное все то же самое, все то же самое, вот этот изгиб. Мы стоим в воде, и вода нас немножко поталкивает, то спереди, то сзади. Легкое движение воды. Когда сзади вода поталкивает, чуть-чуть назад смещаю все тело, единое целое, еще до конца не дошел, уже спит ли вода, и тогда чуть вперед. И вот у меня, я чувствую, как центр тяжести по стопам начинает плавать чуть назад, чуть вперед, и все тело вместе с руками, как единое целое, начинает вот так вперед, назад, мягко. Не надо очень сильно, и в принципе вот это движение небольшое, небольшое, оно скорее чувствуется внутри нас, мы чувствуем, что есть, а внешне почти заметно, то есть не надо вот так просто стоять и раскачиваться. Пока все понятно? И я сейчас на этом этапе пройдусь, подправлю вашу позицию, и потом продолжу объяснение. Клука назад, вперед. Вы можете добавлять направление наружу, внутрь, вверх, вниз, вы это знаете, я пока подправлю начать еще. Я на примере Евгения покажу, у остальных более-менее хорошо, вот у Евгения как раз прослеживается типичное замечание для начинающих, это касается положения спины. Вот скажите, сейчас Евгений стоит прямо или не совсем со стороны? Немножко завалено. Завалено, да? Но Евгению кажется, что он стоит прямо. Сейчас, да, располагайтесь где удобно. Вот я сейчас выправлю немножко, и макушка подвешена. Вот сейчас, когда я выправил, сейчас прямо, а Евгению, скорее всего, будет казаться, что я его немножко наклонил. Так и есть. Это типичное такое состояние. Почему? Потому что вынесенные вперед руки, мы даем отклонение назад, чтобы уравновеситься. А нам нужно вот с этим положением рук все-таки найти прямое положение. Поэтому нужно вот, используя зеркало, или вот сейчас мы на камеру снимем, Евгений с стороны посмотрит, находить. Это первое что. Второе. Более-менее правильно. Вот я сразу подвигаю, свободно руки двигаются, без напряжения. Вот, то есть легкие, но форма есть. Ну, здесь более-менее. Колени чуть-чуть согнуты, ну, нормально. Вот это мы подправили. Ну, уже опытный стоящик. Хорошо, я бы чуть-чуть. Вот это. О, ну, подборву это на себя. Отлично. Так, у вас осанка хорошо, при коллегах руки, свободно в локтевых и плечевых суставах, под тяма, и потихонечку. Я бы чуть-чуть, может быть, еще, да, немножко, чуть-чуть. Вот, и усилие назад-перед, вижу, хорошо. Так, у вас, да, свободно, свободно, легко подвигается моя рука за ровно, вот так, да, легко, легко подвигается. Ну, при этом, когда предстоит внешнее воздействие, они свою форму принимают, то есть здесь. Но если потрогать, легко-легко двигаться в любых направлениях. Я, да, уже издалека вижу, что немножко, вот, ужаться жадкости, да, потихонечку, самостоятельно, потом проверяем, чтобы вот, если это не было. Вот здесь, чуть-чуть дальше, 90 градусов, чтобы было в локтевых суставах и помягче, вот, вот, свободно двигаться плечи, будет все же свободнее подвигаться, меня за локти вверх. Ну, как только воздействие прекратилось, да, вот они в этой форме остались, то есть нет вот такой ступенька напряженной. Это касается всего тела. Ну, осанка, хорошо, здесь все хорошо. Вот, хорошо, здесь, вот, немножко так, встануты, на самом хорошо, хорошо, так, у нас посмотрим, вот эта вот сложность, вот эти суставчики, которые большие иногда, свободные-свободные, встануты, ага, это фуай, а фубао выводит сюда, да, немножко необычное напряжение, а так вот, вот, здесь прямо а фубао сюда, вот, вот, ну и почти горизонтальная, здесь фубао джон, это для них только, да, и вот здесь не очень заходят. Ну, по-моему, даже доклад делали, да, там, наверное, я говорю, о, да, там, да, вот, сам нас на встречу смотрю. Да, хорошо.